Доброе утро, Равдор, утро, товарищи! Я очень расстроен. Я тоже. Я все время думаю, что ты уже не с нами. Еще раз, еще раз. Он говорит, что когда человек преодолевает помехи и препятствия, то нелегко свернуть его с пути только с сильной рукой. Я спрошу вас, Равд Лайтман, зачем все эти игры со мной? В чем тут дело? Для чего это? Это не игры. Это серьезная вещь, которую делает Творец с тобой. Если это правильно воспринимаешь, когда ты это получаешь от Творца, что нет никого, кроме Него, так каждое мгновение в твоей жизни по отношению к Духовному, когда ты хочешь это выстроить всю свою жизнь так – это твое отношение с Творцом. Чем ты тут недоволен? Я скажу, чем я недоволен. Если он вообще не собирается свернуть с пути и только хочет прилепиться к Творцу… Будь слит с ним и сейчас тоже. В чем проблема? Ты хочешь быть главой правительства. Я тебя понимаю. Но если ты хочешь быть слитым с Творцом, в любом месте ты можешь быть слитым с Творцом. Тебе не нужно быть как Раби Шима, как Моше. Будь на своем месте. Теперь Творец дает тебе какое-то состояние. В этом состоянии будь слит с ним. Тот человек говорит, что сгневается на него Творец. То есть, несмотря на то, что я действительно продвигаюсь. Он тебя не отбрасывает. Если ты в том месте, где ты находишься, и ты говоришь, что он отталкивает тебя, ты прилепись ему через это отталкивание, через отторжение. Это предложение, которое я не понял. Что значит «через отталкивание»? Может, он хочет проверить тебя, насколько ты предан. Если он тебе заплатит, что ты хочешь. Конечно, ты ему покажешь, что ты слит с ним. Это из твоего желания получать. Но если, несмотря на то, что он отталкивает и не хочет, как бы, и не обращает на тебя внимание, ты все-таки предан, о, здесь это что-то другое. То есть, проверяют мое упорство, мою выносливость. Это называется силой постоянства экран, да. Когда ты предан, как можно проверить преданность? Что называется бина? Сила отдачи, которую мы строим в себе над силой получения. Насколько мы чувствуем в получающих килим пустоту, даже страдания, я поднимаюсь выше этого, я хочу быть слитым с Творцом, потому что это я получаю только от него. И поэтому, даже если я получаю всевозможные плохие вещи, ужасные, неприятные боли, я это получаю от Творца, и я могу подняться над этим, могу подняться над этим и не чувствовать ничего плохого. Попробуй. Попробуй. То есть, быть выше себя. Постоянно думать выше этого. Да, иногда. У меня было так с Рабашем, с язвой, приступы язвы. И он говорит, нет, мы будем сидеть и учиться, и всё. Я не мог этого преодолеть, не мог. А что проверяют? Что проверяют у человека, который идёт в пути? Насколько ты можешь связаться с высшей силой и быть связанным с ней, вместо того, чтобы быть связанным с местом боли? Потому что всё это исходит от него. Это называется продвигаться к духовным? Нет, это называется продвигаться. Не надо путаться во всём этом. Я тебе говорю только об частном состоянии. Если в каждом происходящем состоянии ты можешь соединиться с источником, с причиной, ты уже понимаешь, что он добрый и дающий добро. И чувствуешь, что это так.